Приветствую вас! Вы знаете, я увидел немножечко другую закономерность в том, что вы пишете. То есть, да, безусловно, может быть реакция на упреки матери. Безусловно, может быть какие-то обиды на нее. Ну, безусловно, могут быть просто-напросто какие-то застарелые проблемы в отношениях. Это может быть. И если вы знаете, что ваша жена вот так себя ведет, такие у нее реакции, да, такие у нее поведенческие формы, то логично было бы предположить, что ее маме не нужно угрожать, не нужно приказать ни в чем свою дочь. Просто потому, что это, ну, ни к чему хорошему вообще говоря не приведет. И непонятно совершенно здесь позиция матери, которая видит, что дочери ее плохо или что есть определенные какие-то вот проблемы, да, у нее. Она все равно при этом может позволить себе такое вот, ну, такое поведение, да, как упрек. То есть вот этот момент, он требуется определенно в неком таком разъяснении, на мой взгляд, потому что ситуация, ну, достаточно, на мой взгляд, такая, не... ну, неоднозначная ситуация, я бы сказал, и поэтому нужно с этим разбираться. Но я лично увидел, увидел немножечко, на мой взгляд, другую проблему, другую проблематику, и корень этой проблематики заключается в том, что ваша жена сейчас, по сути дела, является только матерью для своего ребенка. То есть она больше, по сути дела, никаких ролей не исполняет. И из-за этого, и из-за того, что она не исполняет как раз-таки никаких ролей больше, кроме вот, ну, кроме вот этих ролей, кроме роли как раз матерью, у нее может нарастать неудовлетворенность, тотальная, тотальная неудовлетворенность, может быть, собой, может быть, своей жизнью, может быть, чем-то еще. То есть вот этот момент необходимо достаточно хорошо понимать. То есть понимать, что у вашей жены наблюдается дефицит ролей, дефицит социальных ролей, я бы так сказал. То есть что это значит, дефицит социальных ролей? Дефицит социальных ролей означает, что человек, по сути дела, осуществляя одну роль, испытывает серьезные проблемы, испытывает фрустрацию, собственно говоря, значит, при невозможности действовать так и проявлять себя так, как ей хочется. И из-за этого возникает неудовлетворенность. Отсюда внутреннее противоречие. И нужно понимать, что внутреннее противоречие здесь, это проявление конфликта двух или более основных идей, основных ценностей, основных установок. Что это значит? Вот, например, ваша жена считает, что она должна, обязательно должна, допустим, давать своему ребенку все, что она может. И она любит ребенка, она хочет для него все это сделать, но при этом, как бы, свои личные ценности, свои личные желания никуда не денет. Она и была бы рада, может быть, от них избавиться, но вот не получается, потому что это невозможно, это нельзя. Да. И из-за этого возникают такие вот проблемы. Говоря о лечении, мне хочется сказать, что я не думаю, что у вашей жены есть что-то такое, что нужно лечить. То есть вы, конечно, можете инициировать, собственно говоря, медицинское обследование, как вам уже советовали. Я думаю, что это не будет лишним, особенно с учетом того, что у нее ребенок и что, может быть, в результате родов там действительно что-то изменилось в организме женщины. Но, по моему мнению, ситуация здесь именно в этом. То есть именно в том, что человек не удовлетворен своими как раз-таки социальными ролями. Не удовлетворен тем, как он живет. И здесь отчасти можно согласиться с экспертом, который сказал вам, что вы мало даете ей отдохнуть. Дело даже не в отдыхе. Как бы пассивный отдых. Пассивный отдых. Каким бы он ни был, и сколько бы он ни длился, это все равно обозначает определенный конец. То есть у отдыха есть определенная конечность. И эта конечность, то есть имеется ввиду как бы окончание, не минусное, неизбежное окончание отдыха. И заставляет женщину так реагировать. То есть ее вспышка связана с тем, что она, например, отдыхала, отдыхая, она начала чувствовать на себе проявление социальных ролей своих других. То есть она, например, ощутила, что она может быть там, я не знаю, она может быть там другом, она может быть подругой, она может быть большей женщиной в конце концов в узком смысле слова и так далее. Она всегда ощутила, и студия ей как бы говорят, давай вновь занимаемся ребенком. Естественно, тут случится вспышка. Без вспышки это невозможно, я надеюсь, вы понимаете. То есть вот так мне представляется наиболее вероятным. И в этом контексте, опять же, соглашусь с коллегами в том, что именно с вашей женой нужно будет пообщаться. Именно вашей жене нужно будет оказать помощь, психологическую помощь, моральную поддержку и прочее, 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 чтобы помочь ей и чтобы она, может быть, не так тяготилась, не так тяготилась своей социальной рулью, которую у нее есть. Вот это самое главное. И опять же, совершенно точно, совершенно точно, что если она сама не осознает наличие проблемы, если она сама не считает, что вот то, что с ней происходит, есть проблема, то помочь ей, конечно, не представляется возможностью. И вы можете придать определенное значение тому, чтобы она все-таки обратилась к психологу. Хотя бы на нашем ресурсе, хотя бы анонимно. Ну, имеется ввиду, вот тут есть такая функция, что человек задает вопрос, и он анонимный. То есть неизвестно, кто это задает, нельзя посмотреть профиль этого человека и так далее. Вы можете пострадать своей жене 40, и от анонимного лица, как анонимный пользователь, от вашего же имени, написать сообщение только уже ее, и послушать, что скажут ей эксперты именно на ее сообщение. И возможно, это станет началом того, что она будет просто-напросто, ну, просто-напросто будет проходить психологическую помощь, просто-напросто будет как-то лучше узнавать себя и так далее. И вот в этом случае мы сможем ей как раз-таки помочь. На этом все, и надеюсь, что вам ответ мой будет полезен, надеюсь, что смог посмотреть на ситуацию немножечко под другим углом, потому что там это повторять те вещи, которые сказали эксперты уже мне бы не хотелось. Вот. Если у вас остались вопросы, буду рад помочь, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!